Или не жив. Не понимаю. Мое сознание или душа, или еще что-то мне неизвестное сейчас парило возле тела. Я видел свое тело со стороны. Хотя слово «видел» будет неверным. Ощущал или чувствовал? Не знаю. Сложно описать состояние, в котором я сейчас пребывал. Я видел, чувствовал, ощущал все, что вокруг. Причем одновременно, во все стороны. Но при этом мир был каким-то другим. Плотным, что ли. Какая-то эльфийка пыталась спасти мое тело. Я видел, как из ее тела в сторону моего устремляются множество ветвистых, как молнии и линии. Как они становятся настолько тонкими, что уже невозможно увидеть их. Но при этом я их ощущаю. Эти миллионы или даже больше линий воздействуют на клетки в моем теле. Направляя поврежденные клетки в стороны и создавая новые из уже мертвых клеток. Или просто воздействуя на окружающие ткани мира и моего тела. Это потрясающее наблюдение. Увидеть, как именно работает магия. И все эти линии исходили из маленькой феи, которая находилась внутри эльфийки. Ее размер чуть больше мизинца. Но иногда оказалось, что она становится больше самой хозяйки. По этим линиям импульсом устремлялась энергия в виде маны. В процессе движения преобразуясь в нечто другое. В то, что было заложено в заклинании. Мое лежащее тело по-прежнему было очень слабо. Но тут из центра моей груди устремились новые ветвистые молнии. Окутывая само тело в какой-то кокон из этих линий веточек. А в центре этого сплетения я увидел мою Алису. Моя маленькая фея была отчаянно целеустремлена. И при этом необычно серьезно. Ее личико стало еще более умилительным. Хотелось что-то ей сказать или подать знак. Но двигаться я не мог. Сосредоточившись на ее лице, я мысленно позвал. И на удивление это сработало. Алиса, нахмурив бровки, стала озираться вокруг. И, наконец, ее взор, внимание, ощущение, встретилось с моим зовом. Еще мгновение назад серьезная личика расплылась в довольной улыбке. А из ее тела в мою сторону устремились линии молнии зелено-сине-голубого цвета с розовыми прожилками. Удивительное и прекрасное зрелище. Создав вокруг меня кокон, они стали притягивать меня к телу. Алиса неожиданно оказалась выше, больше, объемнее или даже совсем другой, но тем не менее родной и радостной. И этот комочек радости и счастья прижался ко мне. И только мыслеобраз во мне отозвался ее голосом мыслью. Пора домой. Весь тот огромный мир исчез, став каким-то мелким и плоским. Я очутился в своем бункере. И хотя понимал, что все нормально, но чувство потери чего-то большого было тусклым и печальным. Казалось, что у меня забрали целый мир, взамен сучив маленькую плоскую картинку. Сознание не выдержало такого перепада. И я погрузился в спасительную тьму. Очнулся опять в бункере. Вот только управлять ничем не мог. Я был призраком в собственном сознании. От изумительных ощущений, бывших до этого, остались только тусклые воспоминания. В этот раз я уже мог двигаться. Вот только преград у меня не было. Мог вылететь из собственного тела. Оно лежало в какой-то комнате. Или мог даже отлететь в сторону, но недалеко. Примерно метров на пять. И потом становилось тяжело, как будто ко мне приделали эластичный жгут, связанный с телом. Мог ощущать звуки, но только те, что слышало тело. И был вопрос, как я могу видеть, если у меня нет глаз? И как вообще я могу двигаться? Одни вопросы без ответов. Попробовал достучаться до магии и Алисы. С десятой попытки получилось. Вот только совсем не то, что я ожидал. Я не мог управлять магией или говорить. Зато увидел ветвистые линии вокруг своего тела. И одна из таких линий была связана со мной. Я на ней висел. Да и в самом теле призраки оказалось много разных веточек и даже что-то похожее на дерево или куст. Что же, как я двигаюсь, понятно. Зрение, скорее всего, тоже оттуда. Алису не видно. Значит, я, скорее всего, где-то между ее миром и своим. Хм. Однако интересное ощущение. Изучить внимательные новые возможности не получилось. Мир опять потемнел. В этот раз я очнулся уже в более-менее нормальном состоянии. Тоже во внутреннем мире. Но теперь ощущал все свои прежние чувства из мира живых. Одна проблема. Влиять не мог. Чувства есть, а управления нет. Похоже, я таки практически умер. Но в последний момент мою душу поймала Алиса. И теперь идет процесс восстановления связи между душой, телом и сознанием. По крайней мере, это вполне себе рабочая версия пережитых мною событий. Ладно. Что в этот раз я могу делать? Оказалось, ничего. Двигаться не могу. Вижу только бункер. Слышу то, что слышит тело. Мысли слишком заторможены. Как будто стоят на ручнике. Кстати, по звукам мы вроде как на корабле. Или шум моря мне только чудится? Опять очнулся. И... Аллилуйя, братья и сестры! Мое тело, мои программы, боты и все-все-все. Снова со мной и доступно. Вот только обычной радости нет. После воспоминаний о том ощущении мира, что у меня было, нынешнее состояние оказалось инвалидным. И это при том, что остались только тени воспоминаний. Да и тело еще не восстановилось. И это было странно. Хотя... Проведя еще несколько тестов, я окончательно убедился в своем первом предположении. Похоже, тело без души, сознание, не может нормально существовать. Кажется, все это время оно находилось в живом состоянии только из-за магии. И сейчас, когда я вернулся, тело стало ускоренно восстанавливаться. Хотя... Чего я гадаю? Импульс. Алиса, со мной уже все в порядке. В очередной раз тяжело вздохнул я. Малышка, ну перестань плакать. Я уже тут. Все хорошо. В ответ раздался еще больший рев и всхлип у меня на груди. Уже минут десять я пытаюсь успокоить ревущую у меня на руках Алису. Она прижалась ко мне со всей силы и рыдала. Это было одновременно и приятно, что за меня так беспокоились. И стыдно, что заставлял так сильно волноваться. Массаж ее головы не помогал. Хотя раньше мне казалось, это стопроцентное средство. Пока я раздумывал, как успокоить Алису, она неожиданно замолчала и начала как-то странно пыхтеть. А потом и вообще застонало от удовольствия. Я с удивлением посмотрел вниз. Как оказалось, задумавшись, я начал массировать ее ушко. Эффект от этого массажа и был тем самым звуком. На ее лице отражалось отрешенно блаженное наслаждение и пребывание в нирване одновременно. Девушка, а вы не обнаглели? Перестав делать массаж, я слегка отодвинул от себя Алису. Ммм, кайф. Алиса блаженно потянулась. Еще хочу. Мне тут же требовательно подставили второе ушко. И что тут делать? Как ей говорить? Непонятно. Хорошо, но кто мне расскажет, что произошло? Может, ты все-таки сначала расскажешь, а потом уже удовольствие? Улыбнулся я в ответ. Ух, вредина, ну хотя бы капельку. На меня смотрели невинные большие глазищи. Что тебе стоит? К тому же у тебя там в этом твоем чипе сидит дядька. Он все и расскажет. Ммм, мочечку сильнее делай. Ммм. Пока она мне отвечала, успела требовательно положить мою руку на свое ушко. Так что пришлось уступить. И что это за дядька? Профессор? А разве его не забрал хан? Тоже еще вопрос. Зачем было помещать в меня профа, если они потом его так легко забрали? Слова и намек хана я понял. И как не обидно это признавать, он был прав. Имея невероятные возможности, я вечно куда-то кидаюсь. Хотя, как по мне, это события кидаются ко мне под ноги. Но с другой стороны, у меня была куча возможностей спрятаться от всех и заняться своей жизнью. Точнее, своим развитием. Вместо этого я зачем-то вечно влезал куда-то. От Алисы сейчас пользы не было, а значит, придется выяснять все самому. Первым делом провел полную диагностику тела. С телом было все в порядке, не считая небольших странностей. Складывалось ощущение, что амулеты в моих костях стали лучше работать. Хотя, правильнее будет сказать, мои кости, превращенные в амулеты, стали гораздо эффективнее. Причин для таких изменений я не видел. В любом случае, это хорошо. Хорошо ведь? Надеюсь, что так. С телом разобрались. Теперь изучим окружение. Я находился в каюте корабля, и мы куда-то плыли.